Народ, здорово! Это Шамшурин. Мои извинения за то, что у меня такая физиономия помятая. Я немного приболел, тут простыл. Зато очень классно отдохнул на Волге. Ну, суть в другом. Значит, смотрите, сейчас мне написал один из ребят, который недавно прошел у меня тренинг, и что-то там был вопрос, вот именно в продолжении практики или не продолжении ее. И вот хочу затронуть эту тему немножко, хотя я о ней уже сто раз говорил, да, но давайте еще раз по ней пробежимся. То есть, значит, суть следующая. Я настоятельно рекомендую, то есть, там был вопрос, а надо ли я вот встретил девушку, допустим, надо ли мне продолжать практику, которую ты дал нам на месяц после тренинга для поддержания, для привычки к этой реальности. То есть, а я говорю, ну, там прошло буквально там сколько, недели или две, то есть, он говорит, я встретил там, ну, как бы девушку и так далее, которая понравилась. То есть, его типа там повелся, все такое. И начинается вопрос, а правильно ли я, что вот так себя веду или так, то есть, как бы это же не позиция сверху. Ребят, еще раз, значит, самое главное, вы можете дарить цветы, вы можете ухаживать за ней, вы можете покупать ей платьишки, там, не знаю, решать ее проблемы, целовать ей ноги, не знаю, вы можете стоять перед ней на коленях, боготворить ее. И дай бог каждому найти себе такую женщину, с которой хочется себя так вести. Но при этом вы должны не забывать о том, что периодически и довольно часто вы должны напоминать о том, что вы мужчина, вы главный, вы имеете такой же выбор, как и она. И как бы, если она будет вести себя как-то не так, как бы вам хотелось, или как вам не нравится, ущемлять ваши интересы, ваши желания и так далее, то вы от нее уйдете. И вы в любой момент можете все бросить и уйти от нее. То есть, это самое главное. Как это напоминать? Ну, опять же, об этом уже тысячу раз говорено. То есть, ведите себя как мужчина, будьте с позиции сверху. Делайте то, что вам хочется, и не делайте то, что вам не хочется. То есть, если это отношения, где вы дорожите человеком, конечно же, вам, наверное, нужно будет где-то чем-то жертвовать, но находите какие-то компромиссы, в которых вы уж точно не будете обламываться. По поводу продолжения, ну, как бы, грубо говоря, иногда еще и нужно уметь прижать девушку к стенке, как бы она не выпендривалась. А не забывать ее жестко трахать, чтобы она понимала, кто здесь главный, кто здесь кто. Как бы, это очень важно. Так, смотрите, значит, как это происходит? Почему я рекомендую после все равно начала отношений не надо, конечно же, ежедневно заниматься там полями, какими-то практиками и так далее, но я считаю, что периодически нужно флиртовать с девушками, с другими. Я сейчас вам объясню, почему. Да, потому что, почему мужчина прогибается? Почему мужчина... Ну, потому что у него нет выбора. Это все понятно. Причем нет выбора не просто на уровне осознания, на уровне какого-то, буквально через тело впитанного. То есть, когда ты практикуешь, когда ты понимаешь, что ты реально физически можешь заняться сексом, там, соблазнить или понравиться, заинтересовать любую девушку, то есть, у тебя на уровне тела, через тело впитывается это ощущение, что ты можешь, да, что ты востребован, ты мужчина, ты себя чувствуешь как бы интересным для женщин и ты можешь выбрать в любой момент себе какую-то даму. Поэтому, и это немножечко как бы, даже не немножечко транслируется твоей женщине и женщина это чувствует, и она будет к тебе более уважительно относиться. То есть, почему? Обычно это происходит так. В природе что происходит? Девушка с мужчиной, они создали какой-то союз. То есть, девушка, ну, там, осознанно или неосознанно начинает его провоцировать, где-то подминать под себя, то есть, если это не мудрая девушка, то есть, от таких очень много, к сожалению, к счастью, не знаю. И почему она так делает, да, то есть, как бы, мужик проминается, прогибается под нее. Почему так происходит? Потому что она знает, что она востребована. У нее это ощущение с детства, потому что ей все всегда говорили, какая ты красивая, какая ты классная, какая ты клевая. Мужчины везде там ухаживают, оказывают знаки внимания и так далее. То есть, она идет на работу, ей мужчины оказывают знаки внимания, делают комплименты. Она идет по улице, ну, она замужем за вами или с вами в отношениях, но это уже никто не знает. К ней подходят мужчины, и она говорит, ребята, я замужем, сорян. Но так или иначе, они подходят, они предлагают себя, они оказывают знаки внимания, они говорят ей, что ты клевая, ты классная, ты нам нравишься, ты востребована. И, конечно же, что у женщины, вот это, у женщины, если мы сейчас берем среднестатистическую красивую девушку, у нее вот это чувство собственной востребованности, оно, ну, оно так довольно сильно развито. То есть, ей не надо, она в этом не сомневается, то есть, ей не надо, если мы сейчас берем здоровую психологически девушку, здоровую личность, ей не нужно в этом сомневаться, то есть, она знает, что она востребована. Поэтому в отношениях она, конечно же, больше имеет склонности и шанс вести себя так, как будто бы это надо только вам, а не ей. Она как будто бы там согласилась. Мы сейчас говорим о нездоровых отношениях, кое-как, к сожалению, огромное количество, намного больше, чем здоровых. Мужчина же, который выбирал эту женщину, там, не по принципу выбора, да, и сам все сделала, как бы среднестатистическая ситуация, когда он познакомился, его с этой девушкой познакомили на чем-то дне рождения и так далее, и тому подобное. Этот мужчина начинает под нее прогибаться, потому что она себя так ведет. Почему он прогибается? Потому что он не может так себя чувствовать и вести, потому что у него нет выбора. И он понимает, что если сейчас, собственно говоря, я буду вести себя как-то не так, как она хочет, то она уйдет, и ничем хорошим это не закончится. Вот. И что могу сказать? Это печально, это неправильно, да, то есть как мужчине это поддерживать? Женщине для того, чтобы поддерживать вот это состояние востребованности, ей ничего не нужно, да, ей нужно просто одеться или раздеться, ну, то есть красиво выглядеть, выйти на улицу. Мужчины сами ей об этом намекнут и дадут понять. Мужчина же, чтобы не проваливаться вот в эту яму, где шантаж одним местом происходит и мужчина прогибается в этих отношениях, ему нужно делать две вещи. Не забывать проявлять себя как мужик, жестко ее трахать, иногда кулаком по столу, иногда чем-то другим по столу, да, не забывать о своих интересах, что я вот, ну, у меня есть свои, свои личные какие-то желания или нежелания, и они для меня важны, как бы, и ты должна с этим считаться, ну, и как минимум считаться, да, иногда твое желание реально важнее, чем ее желание, потому что ты главный, вот, но поможет не скатиться вот в этот, в подкаблук, то, что ты будешь периодически флиртовать с другими девушками. Что я имею в виду? Это значит, что понятно, что ты не будешь каждый день подходить, знакомиться и так далее, да и смысла нет, но, во-первых, при своей женщине, но это можно и нужно делать, и это нужно делать очень аккуратно, очень аккуратно, но это нужно и можно делать. И об этом мы, кстати, подробно поговорим с вами на моем тренинге следующем, который стартует в конце сентября. Вот. И даже не для жены это, это нужно для себя, то есть, когда ты где-то на заправке с какой-то девушкой поболтал, то есть, тебе не надо у нее брать телефон, тебе не надо приглашать ее на свидание, тебе не надо с ней заниматься сексом, тебе надо просто ощущать то, что ты можешь в любой момент подойти и познакомиться с красивой девушкой, то есть, пофлиртовать, поболтать, пошутить, сделать комплименты. Они на это нормально реагируют, они тебе говорят, да-да, спасибо, ты тоже классный, они на тебя, скажем так, ведутся, и ты при этом ощущаешь свою востребованность, то есть, ощущаешь, что у тебя есть этот навык знакомств, он никуда не пропал, ощущаешь, что ты востребованный, это интересно, это игра, и, соответственно, это дает тебе такое самоощущение, что ты не будешь в отношениях со своей женщиной прогибаться и нырять под каблук, потому что ты знаешь, что в любой момент ты можешь без шуток пойти и как бы найти себе ту, которая тебе понравится, будет устраивать. Это все транслируется, это все ощущается твоей женщиной. Здесь, конечно же, нужно иметь какую-то собственную ответственность, потому что некоторые из этих девушек будут очень, скажем так, приветливо с тобой общаться, с которыми ты флиртуешь, и, может быть, даже будет соблазн, что почему бы не замутить, не заняться сексом, ни что-то еще, но тут уже это смотрит для тебя, что важнее. Если у тебя важны твои отношения, твоя женщина любимая, конечно же, ты этого делать не будешь, но флирт, я считаю, что он обязательно. Это очень круто, когда ты можешь с персоналом пофлиртовать, с официанткой, с кем-то еще, какой-то девушке искать комплимент, то есть, когда она при твоей женщине, например, на тебя хорошо реагирует, вы говорите, вы тоже классно, и так далее. То есть, не надо перегибать, потому что твоя девушка, скажем так, когда поймет, что ничего с этим сделать нельзя, она начинает манипуляциями своими женскими, типа, вот, что за фигня, и так далее, на них тоже вестись не нужно, нужно уметь правильно это все устраивать и не перегибать палку. Но флирт, после начала отношений и общения, нормальная, свободная, открытая, легкая с другими женщинами, не переходящая в свидание и в, там, не знаю, в секс, естественно, да, то есть, это приветствуется, я считаю, что это правильно. Поэтому, ни в коем случае не расслабляйтесь. Так уж устроен женский мозг, что она сама им не управляет, как бы иногда, и при всем том, что девушка может к вам классно относиться, ваша, она все равно может неосознанно начинать вас прогибать, проминать под себя, то есть, и вам, в первую очередь, это не нужно, и ей тоже, и вашим отношениям, потому что, если такая херня пойдет дальше, либо вы станете подкаблучником, а тут уже, в принципе, ни о какой любви к вам и речи быть не может, потому что женщина подумает, а где тот мужик настоящий, с которым я все это начинал. И второй момент, это не нужно ей, потому что, естественно, она отморозится, скажет, ну, такое уже мне не нравится. Получается, они сами все портят, а потом вас еще и в этом обвинят. Флиртуйте, ребята, даже если у вас отношения нормально, здорово, флиртуйте, это очень круто. Как флиртовать об этом, мы будем разговаривать на моем тренинге. То есть, еще, ребята, история следующая, значит, в конце сентября, даты сейчас, сейчас мы решим по поводу даты, у нас стартует еще один заключительный в таком году, в этом году уже, в таком формате, практический тренинг, то есть, крайний практический тренинг прошел просто на ура, вот этот экспериментальный новый формат, который я сделал, когда вам высылается теоретический материал заранее, мы не тратим время на теорию. То есть, это был один вечер и три дня подряд с утра до вечера, то есть, четверг вечер, пятница, суббота, воскресенье целыми днями. вот этот вот тренинг, который прошел, он дал очень хороший результат и история такая, через два километра на него, как бы, записалось больше желающих, чем мы смогли взять, потому что группа полагалась небольшая, мы взяли 26 человек, желающих было больше. Те ребята, которые не вписались и не влезли, вот у нас для вас есть отличный вариант, то есть, мы хотим провести то же самое, очень круто зашедший формат, еще раз практический. То же самое мы проведем в конце сентября и в этом году это уже будет последний такой формат, потому что потом мне будет некогда, я буду запускать книжку. Поэтому, ребят, под этим видео записывайтесь, там есть информация, забронируйте себе место. Через 600 метров. Держитесь правее. Вот. И, собственно говоря, повторим такую же крутую практику в самое ближайшее время, через месяц. Увидимся. Пока.